Здравствуйте, здравствуйте всем. Алло, алло. Здравейте на всички. Да, сегодня хочу поговорить о одноболевшем. Днес искам договора за болезненные неща. Получается такая небольшая предыстория. Случива се една предыстория. Я просто в Инстаграме иногда сижу. Это не очень хорошая привычка, но что поделать. Понякога гледам видео в Инстаграм. Не е добър навик, но го правя. И там, получается, иногда проскакивают христианские мемы. И там понякога има христианские мемове. И там, получается, один раз я увидел такой мемчик. И днъж видях такъв мем. Что, типа, православна церковь это вот такие гигачады. Ну, типа, они прям такие крутые ребята. Че православната церковь са много готини хора. А протестантска церковь, ну, это так себе. Ну, что-то уровнем пониже, так да? А протестантска церковь е малко по-низко. И это меня очень сильно расстроило. И това много ме расстрои. Потому что я посмотрел в коментарии. За что-то погледнах в коментарии. И там тоже все такие, типа, да, православна церковь это лучше. И в коментарии също казват, да, православната церковь е най-добра. Но меня, конечно, радовало, что там были адекватные более коментарии, которые говорили. Зарадва ме, че имаше по-адекватни коментарии, които са казвали. Что все ма братья во Христе. Че всички сме братья во Христос. И вот эти коментарии тоже были залайканы. И тези коментарии също ги харесваха. Но все равно это оставило не такой небольшой неприятный осадок у меня. Но това също остави един осадок в мен. И вот поэтому я решил сегодня вам рассказать намного больше о христианских конфесиях. И затова реших днеска да говоря повече за христиански деноминации. Вообще, я хочу еще начать с одного анекдота, может быть, ты слышал. Искам да започна с една шега, может быть, и сте я чували. Которая очень хорошо поясняет о христианских конфесиях. Която много добре пояснява за христианските деноминации. Однажды я увидел на мосту парня, который собирался прыгнуть. Един день видях едно момче на един мост, което се канеше да скочи. Я сказал ему, не делай этого. Он сказал, никто меня не любит. Я сказал, Бог любит тебя. Ты веришь в Бога? Он сказал, да. Я спросил, ты христианин или еврей? Он сказал, христианин. Я сказал, я тоже протестант. Или католик. Он сказал, протестант. Я сказал, я тоже. Какая конфессия? Каква диноминация? Он сказал, баптист. Тойказа баптист. Я сказал, я тоже. Казах, ассой что? Северный баптист или южный баптист? Северный баптист или южный баптист? Он сказал, северный баптист. Тойказа северный баптист. Я сказал, я тоже. Казах, ассой что? Северный консервативный баптист или северный либеральный баптист? Северный консервативный баптист или северный либеральный баптист? Он сказал, северный консервативный баптист. «Той каза северен консервативен баптист». Я сказал, «Я тоже». «Казах, асуэ что?» «Северный консервативен баптист регион Великих Озер или северный консервативен баптист восточного региона?» «Северный консервативен баптист на регион на Гулямите и Зера или северный консервативен баптист на Истучине регион?» Он сказал, «Северный консервативен баптистский регион Великих Озер». «Той каза северен консервативен баптист на регион на Гулямите и Зера». Я сказал, «Я тоже». Он сказал, что Северный консервативный баптистский совет регионов Великих озер 1879 года или Северный консервативный баптистский совет регионов Великих озер 1912 года? Северный консервативный баптистский совет на регионах Големитой озера от 1879 года или Северный консервативный баптистский совет на регионах Големитой озера от 1912 года? Он сказал, что Совет регионов Великих озер Северных консервативных баптистов 1912 года. Что касается Северный консервативный баптистский совет на регионах Големитой озера от 1912 года? Я сказал, умри, еретик, и толкнул его. Ну, это все, в принципе, так объясняет. Любимые отношения друг с другом. Ну, как бы хочу сказать, что конфликты и разногласия были всегда. Разногласия были не только между христианами, они были и между евреями тоже. Например, в Евангелии часто упоминаются фарисеи и садукеи, которые все время от Иисуса допытывали своими расспросами. Хотели его подловить на слове. Я просто хочу объяснить, наконец, в чем разница между фарисеями и садукеями. Искам, най-накрая, да объясня на всички разликата между фарисеями и садукеями. Между ними усугубились отношения из-за римского завоевания. С одной стороны, основание конфликта было культурным. От една страна, основата на конфликтите беше културна. Были те, кто поддерживали елинизацию. Имало и те, кто поддерживали елинизацията. Это были садукеи. И те, кто сопротивлялся ей, это были фарисеи. Еще одна разница между теми, кто подчеркивал важность второго храма с его обрядами, благослужениями. Еще одна разница между теми, которые подчеркивали важность второго храма с неговите ритуали и законы. И те, кто подчеркивал важность других моисеевых законов. Также был аспект разногласий касающихся различных толкований Торы. Също имало и аспект на несъгласие по отношению на различните толкования на Тората. Как применять Тору в жизни. И как да прилагат Тора в живота си. Например, садукеи они признавали только письменную Тору. Например, садукеи те са признавали само письменната Тора. А все устные доктрины они отвергали. И всички устные доктрини са отхвырли. Так, то есть, так же они отвергали пророков, писания и воскрешение мертвых. Също са отричали пророците, писанията и воскрешение на мертвите. То есть вот здесь вот... Вообще, если посмотрите в Википедии, то у евреев там очень много тоже конфесии разных. Ако погледнем в Википедия, евреите също имат много деноминации. Но сейчас не будем углубляться в это. Но сега няма да се задълбочаваме в това. Так же, что меня спровоцировало на вот эту тему. Это когда я был в Китае. Я вот там любил тоже в Ютьюбе, Инстаграме посидеть. И я заметил один момент очень странный. Что мне все время попадалась мусульманская пропаганда. Я не могу понять, почему. Я же вроде бы этим вообще никак не интересуюсь. Я подумал, я только один раз эту рекламу шаурмы посмотрел, и все, они меня закидали. И вдруг я понял в один момент, почему меня все время закидывают в мусульманская пропаганда. И сегодня же разбирах, защо постоянно ми хвърлят мусульманская пропаганда. Потому что у меня был французский VPN. Защото имах французский VPN. Кто не знает в Китае Ютьюб, Инстаграм, они вообще запрещены. Който не знает в Китае Ютьюб и Инстаграм с забранения. И чтобы подключиться к Ютьюбу и Инстаграму, нужно подключиться к прокси серверу другой страны. И да се подключиш к Ютьюб и Инстаграм в Китае, трябва да се свържиш с прокси сервер на друга държава. И самый нормальный работал это в Франция. А Франция, как вы знаете, ну там уже почти мусульманская страна, в принципе. А Франция, как-то знаете, почти мусульманская держава. И поэтому вот у меня так много мусульманской пропаганды было. Из-за того толку много мусульманской пропаганды имах. Я подумал, ё-моё, типа, ислам завоевывает Европу. Я сипумислих, эхе, ислама завоевывает Европа. Нам нужно христианам держаться вместе. Христианите трябва да се даржат заедну. Но на самом деле я потом поговорил с одним турком и понял, что... Но после говорих с един турчен и разбрах. В мусульманске тоже как бы есть какие-то небольшие конфесии. Че в мусульманске също има неголеми конфесии, деноминации. То есть 85 мусульман мира – это суниты. То есть 75% от мусульманите по света со сунити. 15% – это шииты. 15% – со шиити. И там небольшое количество всяких исламских течения, вроде ахмадитов, алавитов, друзей, ибадиты, исламиты и так далее. И малки и молотенства, като исламске движение Ахмадия, Алития, друзей, ибадий, исмейлилити. Ну, сейчас так же приведу примеры из Библии, что на самом деле вот эта вот склонность к разногласиям была уже в новозаветнии времена. Че ви дам примеры от Библии, че тази склонносткам разногласието имало и през новозаветните времена? Например, первое послание к Коринфянам, первая глава, десятый стих, от десятого стиха. Например, 1 Коринфянам, первая глава от десяти стиха. Умоляю вас, это Павел пишет Коринфянам. Това Павел пишет Коринфянам. Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы вы все говорили одно и не было между вами разделений, но чтобы вы соедены были в одном духе и в одних мыслях. Это почитал, думаю, упс. Сори, Павел, мы не справились. Сори, Павел, не смейся справили. И дальше читаем. Читаем нотаток. Ибо от домашних хлоиных сделалось мне известным о вас, братья мои, что между вами есть споры. Я разумею то, что у вас говорят, я Павлов, я Аполлосов, я Кифин, а я Христов. Разве разделился Христос? Разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились? Здесь мы узнаем источник конфликта. Различные фракции внутри церкви присоединились как минимум одному из четырех разных учителей. То есть различные фракции вытрывов церкви-то присоединили минимум комедин отчетерима различных учителей. Имейте в виду, это только один город, получается. Имейте в предвиду, что один город сам. Уже один город не мог идти в одном направлении. Ведь один город не мог идти в одном направлении. А что говорить, когда у нас весь мир уже, да? А как вы договорим за телеосвят? В этом отрывке перечислено Павел. То есть отказа избрание Павел. Аполлос. Аполлос. Кифа. Кифа. И Христос. И Христос. Их могло быть больше, но Павел ради примера перечисляет вот их вот эти. Может быть, собили повече, но как будто за пример Павел тягги избруява. Аполлос — это довольно такая загадочная фигура. Аполлос — это достаточно мистериозная фигура. Он напоминается в Деяниях, в 18 главе. То есть вспомнил в Деяниях, в 18 главе. С 24 по 26 стих. От 24 до 26 стих. Некто иудей именем Аполлос, родом из Александрии, муж красноречивый и сведущий в писаниях, пришел в Эфес. Он был наставлен в начатках пути Господней и, горя духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоаннова. Он начал смело говорить в синагоге. Услышав его, Акила и Прескила приняли его и, точнее, объяснили ему путь Господень. То есть тогда друзья и сотрудники Павла, Прескила и Акила, они увидели, что знания Аполлоса, они неполны, отвели его в сторону и помогли им лучше понять христианство. Им помогнаха по-добре да разбере христианството. То есть, как бы, уже становится понятно, что Аполлос не был идеальным человеком. Тук разбираме, че Аполлос не е бил идеален. И, возможно, какие-то его понятия были, ну, возможно, ошибочны. И, возможно, че някои негови повинятия са били грешни. Но он был таким вот очень горячим христианином. И, видимо, это и привело к разногласиям в Каринфе. То есть какие-то Каринфи они послушали его, заразились вот этим огнем. Но вот ошибочную информацию они тоже приняли и разделились во мнениях. Второе — это вот Кифа. Второе — это Кифа. Кифа — это другое имя апостола Петра. Кифа — это другото имя на апостол Петер. Это можно подтвердить в Евангелие от Иоанна, 1 глава, 42 стих. То можно подтвердить в Евангелие от Иоанна, 1 глава, 42 стих. И привел его к Иисусу. И Иисус же, взглянув на него, сказал, Ты, Симон, сын Ионин, ты наречуешься Кифа, что значит камень. Петр. И неясно, приезжал ли Петр лично в Каринф. Неясно, дали Симе Петер лично идвал в Каринф. Но некоторые ученые предполагают, что некоторые евреи, которые стали христианами, им, возможно, было комфортнее присоединиться к еврейским корням Петра. И на первый взгляд, может показаться, что группа, которая, как вы вспомните, заявляла, что следует за Христом. Это та группа, которую Павел будет хвалить. Но он этого не делает, возможно, потому что они как-то исказили образ Христа. Но то они его прави, может быть, за что-то по некаков начин с исказили образа на Христос. Но так или иначе, вот эта вот часть, она хорошо поясняет, что разделения были уже в те времена. Но тази часть добре поясняет, что разделение таки имало и происходят на эти времена. Если раньше был какой-то авторитет, который мог отправить послание, Павел... Ако предзитова имало авторитет, кое-то бе могло испрать послание, то, кто Павел... То сейчас, к сожалению, такого авторитета нет, к которому бы все конфессии христианства прислушались бы. Но сега, за сожалению, няма таков авторитета, ко кое-то бихося прислушали всички остальные деноминации. Не знаю, слушал бы какой-нибудь патриарх или Папа Римский, какого-нибудь известного протестантского проповедника. Дали Папа Римский би слушал някакъв известен христианский проповедник? Может быть и слушали, но это трудно сказать на сто процентов. Може би и бихо послушали, но трудно и да представим на сто процента. Поэтому единственный вывод, который можно сделать, что только Христос, это единственный, кто способен объединить все христианские конфессии. Единственный извод, который можно сделать, что Христос, это единственный, кто может объединить все деноминации. Потому что по человеческим меркам это нереально. За что-то по человеческите меркам это нереально. Означает ли это, что только одна конфессия права, а все остальные неправы? Означало ли это, что само одна деноминация права, а другие не правы? Я хочу привести пример каждой широкой общей группы конфессий. Искам да дам пример за широка группа от конфессий. Конфессий очень много, но их разделяют в общие три группы. Это православные, протестанты и католики. Деноминации са много, но общо ги разделят на православные, католицы и протестанты. И вот насчет православных хочу привести пример. Это вот Аладжа монастырь, здесь в Болгарии. За православните искам да приведу пример. Това е Аладжа монастырь, тук в Болгарии. Если тут еще не ходил, то советую посетить. Ако някой не ходил, советую посетить. Вообще недалеко отсюда. Не далече оттук. Это вот православный храм. Това е православен храм. Но он мне, когда я был в детстве, я посещал его очень много раз. Но когато съм бил малък, много пъти съм го посещавал. И он мне до сих пор нравится намного больше, чем современные православные храмы. И то и много повече мне харес, от колкото съвременните православные храмы вы. Почему? За что? Потому что, вот, кто знает, кто не знает. Кой-то знает, кой-то не знает. Болгария была под османским игом на протяжении многих веков. Болгария-то и била под турското робство в продолжение на многото векове. И, получается, они были христианами, понятно, православными. И те са били христиане православни? А османы, они были мусульманами. Турките са били мусульмани? И они, получается, от... Ну, изтребляли христианство, понятно. И се получава, че те са изтреблявали христианството. И, получается, что вот эти българские монахи православные, они прятались в скалах. Тези българските монахи, те са се крили в скалите? Пытались вот выжить. Опитваха се да оживеят. Спасти свою веру. Да, спасет свою эта вера. И вот, если вы посетите вот этот монастырь... Посетите тоже монастырь. То это вот такой монастырь, который выдолблен прямо в скалах. То тоже монастырь и направо в скалата. Да. И вот очень так впечатляет, что... Това впечатляло. Вот эти вот монахи, они пошли на такие жертвы. Дали такие жертвы. Чтобы спасти свою веру. Да, спасет свою эта вера. Ну и вообще кто-то знает, может быть, что здесь в Болгарии есть такая привычка. А кунякуй знае, туква в Болгарии има един навик. Что вот это вот у них да. Това и да. А вот это вот нет. А това и не. Я вот не знаю, насколько это правда, конечно. Не знам, сколько истина това. Но я слышал, что это как раз таки по причине христианства. Но я сам чувал, что това и по причине на христианство. То есть мусульмане, они такие вот спрашивают Болгарина, да? Мусульмане типят Болгарина. Вот ты отрекаешься от христианства. Утречишь ли от христианства? Если он говорит, не отрекаюсь. Ако той казва, не се отречем. Они ему сразу башку с плечпом. Те веднага мумахат главата, отплестите. Ну и, конечно же, хочется и веру сохранить, и башку свою тоже. Ну, нали искам это сохраним и вера-то, и главата? И они спрашивают, что отрекаешься от веры? И те питат, утречешь ли се от вера-то? И он говорит, не, 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 не. И той, не, 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 не. Ну, вы поняли, да? Нали разбрахте? Ну, это не ложь, как бы, да? Он же правда говорит. Това не ложа, казва истина. Говорит, нет, не отрекусь. Не, 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 не. Не амадаси утрека. Ну, я не знаю, правда ли это, но я так слышал. Не знам, дали истина, но съм чувал, че е така. Факты потом можете сами проверить. Фактите можете сами после да проверите. То есть, это вот пример православных христиан. Това е пример на православните христиани. И вот, вот вы сейчас послушали все вот эти жертвы, на которые они пошли. И сега слушахте всички жертвы, които са дали. И потом скажете, ой, погодите-ка, но они же православные. И после ще кажете, ме чакайте, те са православни. Значит, не считается. Значит, не се счита. Да, но это будет несколько, мне кажется, жестоко. Но това може да е жестоко. Следующий пример – это пример католиков, если посмотрите на эту картинку, то кажется, будто бы это времена первых апостолов. Как вы знаете, в Рима были большие гонения на христиан в Римской империи, очень много христиан перебили, но если посмотрите, то есть там внизу вы видите японцов, то есть это мученики Японии, то есть это христианские католические миссионеры, они подвергались преследованиям и казням, в основном период Шогуната Токугава, в 17 веке, есть даже целый фильм, который я уже рекламировал раньше. Има целый фильм, который я уже рекламировал, называется Мълчание, Скорсезе, это режиссер. Я даже поплакал, когда я его смотрел. Даже я плакал, когда я его глядал. Хорошо, что я один был. Потому что я был сам. То есть японцы, они видели вот эти ритуалы христиан, Японците са виждали тези ритуали на христианите? Они видели, что люди, японцы причем, они молились, складывали руки вместе. Виждали са, че японците слагаха ръцете заедно, молиха се. И они рассматривали така психологическа война против японцев. И те са го разглеждали като психологическа война срещу японците. Но японцы в то время, они вообще безбашни были. Но японците пресс-онова време са били малко безумни. Ну, знаете, там Харакири, Бусидо и все такое. Или знаете Харакири и така нататък. И от более 400 католических мучеников. И повече от 400 католических мученици. Вот были признаны католической церкви блаженными. Били са признани от католической церкви за благословение. 42 канонизированы в лики святых. А 42 бях канонизированы в лице на святых. И, ну, тоже, опять-таки, кто-то может подумать, ой, бедные люди, они рассказывали слово Божие японцам. Их пытали, убивали. Но они католики. Поэтому они потом пойдут прямо в ад. Ну да, но это как-то да, тоже не звучит хорошо. Но твоя нали не звучит добре. И от пример протестантов. И пример на протестанти. Это аудофе в Валядолиде, Испания. Това е аудофе в Валядолид, Испания. Протестанты на самом деле очень много натерпелись. Протестанти много са изтерпяли. И очень много на самом деле от своих братьев христиан, католиков. И много от своите братья христиани католици. Ну тогда католики они были немножечко тоже, ну, знаете, такие ребята несколько... Но тогда католиции са, что са были, нали знаете, малко... Ну там индульгенция, инквизиция. И вот здесь получается в Испании... И только в Испании... 14 протестантов было сожжены. 14 протестантов бяха изгорени. На костре. В фугнище. За свою лютеранскую веру. За свою лютеранскую веру. 1559 год. През 1559 год. И вот тоже я не знаю, как вам. Если что така, не знам, как вы. Но как вы думаете, кто больше христианин, тот, кто казнёт? Ну как мыслите, какой повече христианин? Този, който избит? Или тот, кто казнит? Или този, който избива? Первый, да, я тоже согласен с вами. И вот это вот общая такая черта всех вот этих деноминаций, да? Твоя общая-то черта на всички тези деноминаций. Что их вера была настолько сильна, что им не было жалко отдать за это свою жизнь. И вот в Евангелии от Матфея. И в Евангелии от Матфея. В 10 главе до 12 стих. Написано. И будете ненавидимы всеми за имя моё, претерпевшие же до конца спасёться. То есть это вот сам Христос говорит. Това казва самия Христос. И поэтому я вот что хочу сказать, что даже если вот чем-то мы можем отличаться. И затова искам да кажа, че ако не се отличаваме с нечто. Если мы сильно верим в Христа. Ако сильно верим во Христос. И в Его Божие Слово. И во Внегу это Божие Слово. То эти наши различия не имеют такого большого значения. То тези наши различия не имеют много значения. Поэтому я не хочу сегодня поливать грязью какую-то отдельную конфессию. Или заявлять, что вот эта вот конфессия, она вот самая лучшая, самая вайтоповая. Всё, вот туда идите. И хочу вот поделиться с Вами плюсами. И вот каждая из конфессий, которую я хочу привести в пример. Искам да Ви дам плюсове на всички деноминации, които ще Ви кажат вниз. Я не буду перечислять прям все деноминации. Потому что это нереально. Защото нереально. Не таково долго, что стоим тук. И также я не буду приводить пример такие сомнительные. Я даже не знаю, можно ли их назвать деноминации. Вроде мормонов и свидетелей Йогова. Потому что у них есть там свои привабахи. Защото им от свои отклонения. Ну да, скажем так, да. Поэтому вот я приведу в пример вот те деноминации, которые официально считаются христианскими. И первыми, наверное, вот это будет у нас баптист. И първите ще бъдат баптисти. У них в баптистов акцент на личной вере в Христа. Баптистите имат акцент върху личната вера в Христос. То есть они считают, что даже если человек родился в христианской семье. То есть смятат дори човек, ако е роден в христианско семейство. Это ничего не значат до тех пор, пока он лично не поверит в Христа. Това означава нищо, докато той лично не поверва в Христос. Вот там вот девочка, видите там внизу. Ако виждате ему мечту там доу? Там на инглише все написано. Всичко пише на английский язык. Я вам в принципе сейчас все на русском разжую. Ну а сега на русский всичко ж тебе объясня. Вот девочка говорит, я верю лично. Му мечту казва, аз вер вам лично. То есть то, что видите, она в кругу семьи христианской. То есть тя его в круга на христианску то семейство. Но то, что она родилась христианской, ну как бы христианкой родилась, это не значит, что она вот действительно христианка. Ако сей родила в христианску семейство христианка, не означава че истину христианка. И поэтому по этой причине у них есть, вот видите справа это вот крещение ребенка. И по тази причина втясно виждате изображението на покрещаване. И они как бы не принимают крещение детей. И те не приемат покрещаването на децата. Потому что крещение, они считают это вот личное решение. Защото смятат, че крещението е личное решение. Это завет с Богом. Това е завет с Бог. Личное решение каждого человека. Личное решение на всеки един човек. Поэтому баптистов большой акцент на знание... А, кстати, вот поэтому баптисты называются баптисты. Затова баптистите се казват баптисти. Потому что вот, ну, баптайс, в принципе, она с греческого и на английском языке переводится как крещение. Защото думата баптайс от английски и от гръцки се привежда като крещение. Да, поэтому у баптистов у них большой акцент на знание Божьего слова. Следовательно, баптистите наблегат много на познаването на Божьето слово. И они известны тем, что вот на езузи запоминают много стихов из Библии. И са известни с това, че наизустяват много библейски стихове. Дальше вот у нас методисты идут. Нататък са методисти. Вот у нас тут есть в Варне методистская церковь. Тук в Варне имаме методистка церква. Мы даже вот нашим русскоговорящим служением там помогали проводить служение. Даже с нашата русскоговоряща служба там сме помагали да провеждат службата. Такая здоровенная красная церковь прямо в центре города. Това е много голяма червена церква в центра на града. Може би сте я виждали. Очень красивая там внутри орган. Внутри има орган. И методисты они возникли в 18 веке. Они отделились от англиканской церкви с требованием методичного соблюдения евангельских предписаний. И поэтому методисты. Отличительная черта методистов это их рвение к служению обществу. Отличительната черта на методистите и тяхното усърдие да служат на общността. Да, я помню, что когда мы были в этой методистской церкви. Срещам се и когато сме били в тази методистка церква. Даже приходилось готовить голодающим людям. Даже трябваше да готвим на голодуващите хора. Они считают, что вера в Христа должна быть активной. Те считат, че вера в Христос трябва да бъде активна. Не на словах только, да? Не само на думи. Поэтому они часто организоват благотворительные служения. Для помощи бедным. И они часто используют слово Божье царство. И сравнивают себя с свойством Бога. Там справа написано Salvation Army. Армия спасения. Это такая международная христианская благотворительная организация. И она основана была тоже методистом. Уильямом Бутом. И его женой Екатериной. Для проповеди бедным и обездоленным. За проповедь на бедните и обездоленте. И интересно, что она была реорганизована по типу армии. Интересно, че была реорганизирована като армия. Поэтому названа Армия спасения. За твой наречно армия на спасение. И это не только на словах было. Там организация тоже была похожа на армию. На армата. Бут был ее генералом. И служащие в армии делились на солдат, офицеров. Солдаты занимались обычной своей работой, но вот когда у них было свободное время, они приходили на благотворительность. Офицеры отличались тем, что они полностью в свое время посвящали служению людям в церкви. И они получали за это какую-то зарплату. И на самом деле причина армейского построения в те времена имела несколько причин. Во-первых, много людей, методистов, они были бывшими алкоголиками, бандюгами. Их нужно было как-то дисциплинировать. И трябваше по някакъв начин да ги дисциплинират. Во-вторых, эта армия спасения евангелизировала обычно алкоголикам, наркоманам, проституткам. И, конечно же, всяким хозяевам баров, проститутками занимались. И после собственности на механи. Сутенеры. И им все это очень не нравилось. И на текст не им и харесовут его. Как это христиане приходят и портят нам бизнес. Как христианите идват и ни пречат на бизнеса. И они нападали на христиан. И те са нападвали христианите. И поэтому нужна была армейская подготовка, чтобы отбиваться христианам от вот этих грешников. За това трябваше да имат армейска подготовка, че христианите да се отбиват така от тези грешници. Интересно, что в 70-е и 80-е годы 19-го столетия такой подход к евангелизации привлекал простой народ лучше из рабочего класса, чем традиционные проповеди. Далее у нас пресвитеры, пресвитериане. Пресвитер приводится как старейшина. Это направление в протестантизме, отвергающее церковную иерархию. Их отличительная особенность – это интеллектуальный подход к христианству. Они считают, что Бог нам дал мозги, мы должны мозги использовать как-то. И этот мозг мы должны использовать для осознания самого Бога. Поэтому они очень углубляются в теологию. Но кроме теологии также математика и науки. И по этой причине они основали очень много университетов. И по этой причине они основали много университетов. Вот вроде Принстона. Принстонский университет. Который там изображен. Есть даже вот некоторые пресвитерианские церкви в Южной Корее. И мы даже не околку пресвитерианские церкви в Южной Корее. Там вот здесь на алтаре стоит такая школьная доска. Там на алтаре такая стоит училищная доска. И проповедь воскресная, она больше похожа на какую-то лекцию. И воскресная проповедь повече прилича на некаква лекция. По этой причине, если вы придете в какую-нибудь традиционную пресвитерианскую церковь. По тази причина, ако посетите някаква традиционна пресвитерианская церковь. Вон там слева вы увидите как она выглядит. Там на экрана ще видите как изглежда. А справа вот можно даже найти какую-нибудь церковную библиотеку. А в дясно можете намерить и някаква церковна библиотека. Далее нидерландская реформаторская церковь. Нататок холандската реформированна церква. Так, ну да. Значит, в принципе, она была вот такая динаминация, кальвинистская. За что и кальвинистская динаминация? В 2004 году она прекратила свое существование официально. Обаче през 2004 года тя официально пресвитерианская церковь нидерландов. Присоединилась и к протестантской холандской церкви. И в принципе они во многом похожи на пресвитериан. И по принцип приличат много на пресвитерианци. Но есть такой стереотип, что у них еще более интеллектуальный подход к теологии. Но има такъв стереотип, че имат още по-интеллектуален подход к теологията. Поэтому видите справа, это вот самый такой не интеллектуальный представитель нидерландской реформаторской церкви. И там ще видите последен представител на холандската церква. И считается, что у них больше всего докторской теологии. Но как бы нет официальной статистики, поэтому может быть это и не так. Но нема официальная статистика, така че може и до ней така. Далее у нас конгрегационализм. Это такая радикальная ветвь английского кальвинизма. Она утверждает автономию каждой по местной церкви. Они отрицали необходимость не только от Вселенской, но и общей национальной церкви. Поскольку считали, что это приводит к ненужной бюрократии. И они отличаются простотой в церкви. И те отличаются с простотой на церкви. Как видите справа на картинке. Чем проще, тем лучше. Чтобы ничто не отвлекало от Бога. Далее лютеранство. Это наиболее старое протестантское течение. Наверное, как протестанты все мы должны знать Мартина Лютера. Потому что он считается основателем протестанства в принципе. И основные принципы вероучения Лютеранской церкви были основаны в ходе борьбы с Римской католической церкви. Основание като борьба с злоупотреблением в Римской католической церкви. И у них фокус это именно фокус на Евангелии. Они отделяют закон от Евангелия. Они считают, что закон означает делай. А Евангелие говорит, что Иисус уже сделал для нас. И Евангелие, как вы знаете, благая весть переводится о Христе. Это то, что спасает нас. А закон — это причина, почему мы должны быть спасены. Да, поэтому спасение наше идет от веры, потому что сами мы не в силах что-то сделать. И Лютеране признают два таинства, которые здесь нарисованы. Не верните обратно. Лютеране признават две таинства. Это получается крещение. Това е покрещавание. И вечеря. И вечеря. Причастие. Причастяването. То есть посредством крещения становятся христианами. С покрещаването стават христиани. Причастие укрепляется в вере. А с причастието се укрепят в вере. Да, сейчас уже можно следующий слайд. Вот это получается слева как выглядит лютеранская церковь. И вообще можно сказать, что у лютеран самая лучшая музыка. Можем докажем, чей лютеранин не имеет на эту брата музыка. Потому что вот Йоганн Себастьян Бах, он был лютераном. Той был лютеранином. 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 Да, и сам Мартин Лютер написал одну хвалу. И самия Мартин Лютер също е написал хвала. Бог наша сильная крепость. Бог е наша сильна крепость. Можете в Ютубе посмотреть. Можете в Ютубе да я погледнете, да я послушате. И далее переходим к католицизму. И нататък върмим к католицизм. Да, католицизм часто, я не знаю как у других, но у меня иногда бывает, что ассоциируется с не очень хорошими вещами. Често се асоциира, не знам как при вас, но при мен понякога не с много добри неща. Там темные века, средневековие. Темните векове, средните векове, индулгенции, инквизиции. Но тоже нужно все-таки признать это большое влияние католицизма на мир. Но също така трябва да признаем голямото влияние на католицизма върху света. И нужно также иметь в виду, что католицизм объединяет больше чем 1 миллиард христиан. Треба да считаме, че католицизм объединява повече от 1 миллиард христиани. То есть повече от миллиард людей в мире считают себя католиками. То есть католицизм это самая большая динаминация считается. То есть католицизм считает, что церковь это царство Божие на этой земле. И задача этой церкви показать всему миру христианство. Поэтому католическая церковь основала много университетов, больниц. Также католицизм привел к возникновению многих произведений искусств. Произведения искусств. Как изобразительного искусства, так и музыки. Вот здесь слева, например, вы можете увидеть диспут о святом таинстве. Это фреска Рафаэля. Твоя фреска на Рафаэл. Для апартаментов папского дворца в Ватикане. За апартаментите на дворец на папата в Ватикан. Вот там справа это разные музыканты-композиторы. Там в Дясно различные музыканты и композиторы. Например, Вивальди. Например, Вивальди. Слева сверху. В лево на горе. Я думаю, все знают Вивальди. Сигурно всички знают Вивальди. Венецианский композитор, скрипач. Венецианский композитор и цигуач. Но кто-то, наверное, не знал, что он также был и католическим священником. Но, может быть, не всички со знали, что и был католический священник. Другие примеры. Другие примеры. Там уже, которые нарисованы. Джованни Пьер Луиджи. И что такое нарисование Джованни Пьер Луиджи? Санта Мария Маджоре. А, не, погоди, это не то. Арканжело Корелли. Арканжело Корелли. Смысл его переводить? Так понятно, это же имена. Джузе Пьер Луиджи. Това са всичките имена, които преброява. Это все композиторы, музыканты. Всичките са композиторы и музыканты. Которые были служителями в католических церквях. И до сего дня католическая церковь даёт больше всего пожертвования на благотворительность. И до сегодня католическая церковь дава най-много пожертвования за благотворительность. И вот опять есть такое мнение, что католическая церковь, она тормозила научный прогресс. Но опять-таки не все так однозначно. То есть есть научные области, в которых был большой вклад католических ученых. В физике это был Галилей. Я, конечно, понимаю, что его там посадили и осудили. Домашний арест у него был. Но он все-таки считается католическим ученым. Также есть акустика. Там ученый Марсен. Минералогия Агрикола. Минералогия Агрикола. Современная химия Лавуазье. Современная анатомия Визалий. Стратеграфия Стено. Бактериология Кирхер и Пастер. Генетика Мендель. Аналитическая геометрия Декарт. Космология Коперник. А погоди, его сожгли, да? Но он был католическим ученым. Но и был католически учен. Теория Атома Боскович. Теория на атомите Боскович. Иезуити, католически священники. Иезуити, католически священници. Они разработали современную лунную номенклатуру. Те са разработали современную лунную номенклатуру. Звездную классификацию. Звездная классификация. Также они познакомили Индию и Китай с западной наукой. Перевели местные тексты для отправки в Европу для изучения. То есть они тоже принесли большой вклад в науку. И далее уйдем англиканство. Это одно из направлений протестантизма. Которое появилось в ходе реформации Евангелия. Отличительная черта англиканства. Видите, что такое винегрет? Или супчик. То есть там есть немножечко от католицизма. Есть немного от протестантской церкви. Немного от лютеранства. И вот можно следующий кадр. И можно нататък. Да, то есть если вы придете в англиканская церковь, вы можете посмотреть вокруг и увидеть, что она очень похожа на католическую. Можете погледнете около себе си и да кажете, тя много прилича на католическа. Но если вы посмотрите на проповедника, много погледните проповедника, то он будет казаться вам очень протестантским. То есть ты изглежда като много протестантский. Причина... Поэтому это следующий кадр. Причината на това... То, что англиканская церковь все никак не могла определиться с кем она все-таки. Англиканская церковь не могла определиться с кем она все-таки. Католическая церковь хотела ее к себе. Новые реформаторские протестантские церкви хотели к себе. Я нарешил, что я буду сидеть посередине. И следующее у нас это православие. Православная вера. Это тоже одно из древнейших направлений в христианстве. Которое развивалось в первые тысячелетия в Византии. И красота православия заключается в традициях. Причина продолжения вот этой традиции. Заключается в том, что православная церковь считает, что традиции были им переданы самими апостолами. И вот то, что православная церковь очень сильно дорожит этими традициями. Можно увидеть, зайдя внутрь церкви православной. И увидев иконы, изображения, которые прямо по потолку, по стенам нарисованы. И все эти изображения, они связывают сильно с прошлым. Да, конечно, сейчас многие там люди спорят насчет икон. Всегда много то хора спорят за иконите. Не идол поклонства или это. Дали идол поклонства или не. Но и в самом православии были вот иконоборцы, так называемые. Но считается, что икона — это изображение лиц или событий Библии. И вот седьмой вселенский собор определил значение икон. Как напомнение. То есть иконы побуждают молящихся к воспоминаниям о самих прообразах и к любви к ним. То есть иконите насырчават молящие тесея, да се вспомнят за самите прототипи и да ги обичат. Следующее у нас это древне-восточные православные церкви. И здесь на самом деле это очень интересный момент. И тут есть много интересный момент. Потому что все эти церкви вызывают очень большое уважение. За что-то всички тези церкви побуждают к нам много сильного уважения. Да, респект. Респект. Это те церкви, которые отвергают решения соборов. То есть они такие более самостоятельные. Те са по-самостоятельные. И включают в себя несколько разновидностей. Первая церковь это коптская православная церковь Александрия. Первая церковь это коптская православная церковь Александрия. это церковь Египта. Церковь в Египет. Церковь основана была по преданиям апостолом Марком в середине первого века. Вторая церковь это сирийская православная церковь. Про Сирию вы уже знаете. За Сирию ведь знаете. Че имаме миссионер, который служит в Сирии. И вы понимаете, что Сирия, это такая страна, где христианство трудно евангелизируется. И разбирайте, что Сирия — такая даржава, где христианство трудно евангелизируется. И вот именно сирийской православной церкви пришлось перетерпеть больше всего гонений. И точно сирийская православная церковь требовала ничего много гонений. Она поддавалась жесткому преследованию со стороны Тамерлана. После Первой мировой войны в Турции началась жесткая резня христиан. Далее, это армянская православная церковь? То, кто может быть не знает, но первая страна, которая официально приняла христианство как государственную религию, это Армения. Может быть не всички са знаели, но первая страна, которая признала христианство за официально религию, это Армения. Этиопская православная церковь, далее. Христианство пришло в Эфиопию, считается, от апостола Филиппа. Который обратил евнуха в христианина. Это подробно описано в Деяниях апостолов, 8 глава, с 26 по 30 стих. Подробно описано в Деяниях, 8 глава, 26 до 30 стих. И вот в последнее время все больше исследователей склоняются к мысли, что знаменитый ковчег Завета хранится где-то на севере Эфиопии. В церкви древнего города Аксум. Далее есть Эритрейская православная церковь. Эритрейская православная церковь. Эритрия это еще одна страна в Африке. Есть Маланкарская православная церковь. Маланкарская православная церковь. Которая по преданию была основана самим апостолом Фомой. было основано от апостола Тума. Это Малянкара, называется, да? Малянкара, это место на побережье Индостана. То есть оттуда пошла евангелизация в Индию. И вот отличительная особенность этих церквей, это что они были отрезаны друг от друга, и от Вселенской церкви, и они развивались на территории мусульман, и вот там, где Индия. Им пришлось очень не сладко. Но они каким-то образом выдержали все эти испытания. Но по некакив начин са претерпели всичките эти испытания. И поэтому, я думаю, их вера закалилась больше всех остальных. И техната вера са и закалила най-много от всичките. И дальше, получается, Пятидесятники. И после Пятидесятницы. Вроде это мы. Всякое, что вас меняет. Официально. Официально. Но может не совсем. Можем и не совсем. Ну ладно. Окей. Но мы проводили служение в Пятидесятнической Болгарской церкви раньше. Провеждали с вами служението преди в Пятидесятницка Болгарска церква. И вот Пятидесятники, это вот... Пятидесятниците са? Самая многочисленная из всех направлений протестантизма. Най-многопроедните от всички клонове на протестантство. И оно продолжает очень быстро расти. И продолжава много бързо да расте. У них получается акцент ставится на Святом Духе. Там акцента е върху Святия Дух. Знаете, есть Святой Дух, отец, сын и... есть Святой Дух. Ако знаете... Троица. Святата Троица Духа отец и сына. И обычно отца и сына вспоминают чаще. И обикновенно за отец и сын се срещат по-често. Пресвятов Духа немножечко забывают иногда. За Святия Дух малко се забирают. И вот особенность Пятидесятников как раз таки... И особенность на Пятидесятниците в том, что они принимают большое значение крещению Святым Духом. Как вы знаете, в деяниях Святых Апостолов была Пятидесятница, когда на учеников Христа снизошел Святой Дух. И у них были, получается, различные эмоции, они переживали в этот момент. И, получается, вот эти Пятидесятники стараются следовать тому же принципу. И се получава, че тези Пятидесятники се опитват да гледат същия принцип. Отсюда и название. Оттам и имято. Поэтому, я думаю, стоит тут задуматься. И мысля, че тут трябва да се замислим. Есть ли связь с этим акцентом на Святой Дух? Има ли връзката с акцентом на Святия Дух? И на быстрый рост, быстрая евангелизация. И бързата евангелизация. Далее у нас Моравская церковь. Нататък е Моравската церква. У них очень красивый, красивый дизайн. Имато много красив дизайн. Это получается в Чехии. Давай во Чехии динаминация. Их отличие в том, что они были протестантами еще до Мартина Лютера. Потому что они последователи Яна Гуса. Который еще в начале 15 века, еще до рождения Мартина Лютера, обвинял католическую церковь за то, что они там можно было заплатить за совершение таинств, что можно было продавать и покупать церковные должности. И так далее. И потом этого Яна Гуса его казнили. И после тоже Ян Гуса его убили. После чего начался народный бунт в Чехии. И появилась Муравская церковь. Она является одной из наиболее миссионерских активных церквей в мире. В 18 веке они отправили миссионеров на датские Виргинские острова. Там в Гренландию отправляли. Там они основали Гренландский университет. В Северную Америку отправляли. В Суна, Суринам, Лапландию, Капскую колонию, Лабрадор, и создала первую христианскую общину среди коренных жителей Северной Америки. И создала первую христианскую общину среди коренных жителей Северной Америки. И последните, които ще споминавам днес, Асирийска църква на истока. Она была тоже оторвана от вселенской вселенской церкви на многие века. Но интересно, что они принесли благою вести во многие языческие земли. Там внизу Китай е нарисован. То есть в седьмом веке они добрались аж до Китая. И получается, что также миссионеры были и в Индии. И в восточном Туркестане. И также в период Арабского халифата. И пресс-периода на Арабский халифат. Они именно очень сильно подвергались притеснениям. И тогда были притеснениями. И това са всички, които исках днес да ви расскажа. Мисля, че много важно да знаете. Потому что у нас есть такие предубеждения. Че имаме такие предубеждения. Часто мы о других христианах думаем только негативные. Часто за другите христиани мислям само негативно. Ну, я думаю, есть много причин, почему люди вот так считают. Мисля, че имам много причин, за что хората така мислят. Во-первых, у христианства очень длинная история. В первых христианство имам много долгой истории. Две тысячи лет. Чак две хиляди години. Конечно же, через все эти века христианство у разных народов могло развиваться по-разному. Естественно, при всички тетези години при различной народе христианства можеще да се развива по различен начин. Разные традиции, разные обычаи. Различные традиции, обичаи. Но так же важно и распространение в географическом плане. Но сужд, такая важна распространяватнение и в географический план. Разные народы. То есть различные народы. Принимают слово, может быть, низко по-разному. Приемат словото, может быть, малко по-различно. Ну, поэтому я думаю, мы должны принимать конфесии так же, как мы принимаем расовые различия. Зато они трябва да приемаме номинациите, като расовете разлики. То есть, если мы видим черного человека, африканца на улице, мы не будем так поручать, «Эй, это же черный!» А если мы видим черен африканец на ванке, не на линиях мы давим, «Эй, то есть черен!» Не красиво. Да, то есть мы должны принимать людей такими, какие они есть, с их отличиями. Не требует приема хората такими, как вито са с техните разлики. Поэтому я думаю, что в христианских конфессиях мы тоже должны учиться принимать людей с их отличиями. Затова в христианските динаминации са что трябва да приема хората с техните разлики? Если, конечно, это не полная ересь, да. Ако не ересь, тогда да. Да. Ну что ж, надеюсь, вам было интересно и полезно. Надяемся, че ви было интересно и полезно. Да. И что? Очень. А, очень? Хорошо, да, отлично. Да, ну, в принципе, вот, да. По принципу давай. Да. Ура!